Телеканал ВКТ Сегодня у нас в гостях превосходная Светлана Беляева. Также Ярослав Старховский. А также наш штурман, который сегодня будет, собственно говоря, нас водить по очень интересным местам, Сергей Дмитриевич Безбородный. Очень приятно. Спасибо. Мы едем к Останкинскому пруду. Казалось бы, ну такое всем известное место в Москве, и многие там бывали. Но место это необычное, потому что Останкино по самому своему названию означает Останки, то есть место, связанное с тайной предков. И загадочная история строения башни в этом месте, а также влияние самой необычной планеты, которая называется Уран, позволит нам в этом месте начать давать прогнозы на следующий 2011 год. Также хочу заметить, что к нам будут присоединяться еще гости. Это будут звездные гости. Постепенно мы будем их собирать в различных магических местах нашего прекрасного города. И, наверное, мы начнем с того, что мы представим наших гостей и к каким знаком зодиака они, собственно, дворя относятся. Очень интересно. Очень интересно. Светлана, начнем с вас, потому что вы пока что у нас единственная девушка и прекрасная половина в нашем уютном лимузине. В мужской компании. Да. Я родилась в год дракона и по гороскопу козерог. Замечательно. Такое двойное сочетание целеустремленности и карьеры. Дракон относится к числу знаков, которым наиболее интересен подиум, блеск софитов, яркие огни, потому что дракон у китайцев это как новогодняя, такая высокая, разукрашенная елка. Как Светлана наша, да, в принципе? Да. А знак козерога это как раз и есть самый главный знак карьериста. Ну вот интересно, все ли козероги одинаковые? Нет, конечно. Все зависит еще и от декада рождения. Вот скажем, 24 декабря относится к какой категории козерогов? Первая декада, которая у друидов принадлежит к такому знаку, как яблоня. А для человека яблоня самое главное – это благополучие детей. Яблоня – это великая мать. Спасибо за такой чудесный комментарий. Светлана, много ли яблок, собственно говоря, у нас? Да, у яблони. Есть у яблони яблочки, да. Яблочки и так. Любимые. Сколько яблочек? Конечно, а как же может быть иначе? Хотя вот, кстати, я не отношу себя настолько карьеристом, да, насколько вот сейчас описано. Нет, ну, карьерист, имеется в виду не в плохом смысле, а просто человек, который хочет реально достичь каких-то результатов и успехов. В этом же нет ничего плохого. Но, безусловно, за собой замечаю какие-то такие козерожьи моменты, черты. Рогатые такие, да? Ну, бывает, бывает, да. Рогатые. Но, на самом деле, насколько я знаю, я, конечно, не астролог и не имею к этому отношения, что внутри козерога планеты очень глубокие, очень нежные, ранимые, да? Планета козерога – это Сатурн, а это как раз планета, которая отвечает за долгий путь к успеху. Не в смысле, что успех не приходит быстро, а в смысле, что козерог готов на протяжении многих лет, преодолевая препятствия, идти к нему. Отлично. Ярослав. Я, как и Светлана, парнокопытное рогатое животное. Я телец. Я родился в мае, уже когда тепло, поэтому я такой, наверное, любящий тепло человек. Вот для меня зимой… То есть зима не ваша? Зимой, вот для меня только один праздник – Новый год 31 числа, наверное, важный день. Остальное мне уже потом подавает что-нибудь потеплее. Сразу в мае. А по году рождения? Год я обезьяна. Я телец, родился 12 мая, и будет обезьяна. Ну, кстати, обезьяна и дракон, они принадлежат к одной команде. Это лидерская команда. Они друзья, кстати. Они друзья, совершенно верно. Они хорошо ладят. Грыса, дракон, обезьяна – это такой вот дружеский треугольник, который стремится к славе, к успеху. И обезьяна считается самым главным знаком профессионализма в китайской астрологии. Сергей Геннадьевич, то есть мы никого выгонять не будем? Нет, что бы нам не мешали. Ну, все контактировали. А вот по Тельцу, да, вы родились в какой части мая? 12 мая. 12 мая – это третья декада Тельца. У друидов это человек-боярышник, который обладает склонностью к поиску одного единственного партнера, спутницы жизни, и сделать так, чтобы привязать скотчем просто этого человека, чтобы никуда не было. Страшно, дожил до 30-ти и все, пока никого не привязал. Пока батареи никого не привязывал. Никого не привязывал. А что ж тут карьеру сказали, обед личной жизни? А карьера-то что у Тельцов? А вот найдется подходящая спутница, и карьера пойдет. То есть нужно искать жену продюсер? Жену продюсер, родная, я понял, что жена продюсер – это тяжелый случай. К которому мы подъехали. Кстати, Останкинский пруд – наша первая остановка, и сейчас мы выходим для того, чтобы Сергей Дмитриевич нам рассказал, почему мы сюда приехали. Очень тепло, Сергей Дмитриевич. Ну что делать? Новый год. Пока мы не посинели и не умерли, пойдемте же показывать. С удовольствием. Вы пришли на уточек смотреть? Да, не совсем. Мы приехали в самое астрологическое место Москвы, потому что Останкино расположено под влиянием планеты Уран. Именно эта планета отвечает за людей, которые посвятили свою жизнь телевидению. И сегодня мы даем прогноз на 2011 год, который по восточному календарю пройдет под знаком металлического кролика. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели металлического кролика? Только в своих страшных садах. Ну, я видел, а может и не металлический, а вот эти по часам. Совершенно верно. Да, да, именно так. Ну, а чтобы вы порадовали все металлического кролика у себя дома, накрывая новогодний стол, я советую в центр стола поставить какую-нибудь металлическую вазочку и в нее положить то, что кролик любит больше всего. Одну красивую оранжевую морковку, чтобы весь год в доме было богато. Сергей Дмитриевич, а есть какое-нибудь такое вот прям место, где мы почувствуем энергию тепла, например? Без употребления алкоголя. Только в лимусе. Только в лимусе. В Останкино даже летом прохладно, потому что здесь такая энергия, которая повсюду веет холодом, не только зимой. То есть мы никакого обряда и ритуала здесь делать не будем? Нет, мы просто пришли сюда, чтобы объявить грядущий год кролика и напомнить всем, что стихия металла – это стихия денежной удачи. Поэтому желать всем надо в этом году, в первую очередь, денежной удачи, чего я вам и желаю. Отлично. Спасибо. Тогда мы отправляемся обратно в лимузин и следующее наше место назначения мы уже узнаем именно там. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok